Это катушка с гибким электрическим кабелем. По такому бежит ток в самых современных домах. И сейчас вы узнаете, как его делают. На завод по производству кабеля доставляют бухты с толстым медным прутком. Из него и будут вытягивать проволоку. Такой процесс называется грубое волочение. Сначала пруток сваривают, чтобы он поступал на линию беспрерывно. А затем по системе направляющих роликов медное жило попадает в станок. Внутри него толщина прутка уменьшается в 10 раз. В горячем масляном тумане его протягивают сквозь тонкие отверстия и наружу выходит проволока диаметром 1 миллиметр. Укладочный механизм собирает ее в специальную корзину. Но пока это только самая первая заготовка. Давайте переместим ее на следующий станок. Видите, здесь таких корзин уже много. На этой линии нашу проволоку делают еще тоньше. Только происходит это с 16 проволочками одновременно. Чтобы сделать кабель гибким, каждую жилку нужно вытянуть до толщины в четверть миллиметра. Это как самая тонкая рыболовная леска. Чтобы создать наш кабель, нужно 28 тонких проволок. Таким образом задается сечение провода – полтора миллиметра. Можно начинать процесс скрутки. Чтобы провод был гибким и надежным, его сердцевину нужно сплести особым образом. Эти тонкие, как волос, медные нити через розетку с отверстиями подаются внутрь станка. Здесь, словно сплетая шерстяную пряжу, большая арка скручивает их в единую жилу. И так, пока не намотается целая катушка. Жила готова. Перевезем ее на следующий станок, чтобы нанести изоляцию. Сначала в емкости станка вакуумным насосом закачивают гранулы. Это специально подобранный стойкий пластикат. А цвет изоляции задаст краситель. Скрученное жило подается в устройство, которое называется экструдер. Здесь горячий пластикат обволакивает медную проволоку. Теперь ее нужно охладить. Это делается в длинной ванне с водой. А потом на специальных роликах с пластиками. Жила заизолирована. Можно ее сматывать и отвозить на следующий станок. Помните машину, которая скручивала проволочки? Это такая же, только побольше. Потому что скручивает уже не тонкие медные нити, а толстые изолированные провода. Станок соединяет их в подобие косички и наматывает на катушку. Можно отправлять кабель дальше. На этап с забавным названием шлангования. Цветная косичка подается в станок, посыпается тальком и поступает в экструдер с серым пластикатом. Он обтягивает три провода и создает защитную оболочку. Приборы сразу контролируют ее качество. Даже бьют кабель током, разрядами в 10 киловольт. Первые проверки пройдены и кабель можно сматывать. Настало время для тестов в лаборатории. Здесь оболочку испытывают. Она сделана из особого материала, который обеспечивает кабелю безопасность, долгий срок службы, маслостойкость и возможность сохранять гибкость на морозе. Затем срез кабеля изучают под микроскопом. Контролер проверяет конструкцию, толщину изоляции и оболочки. Тест пройден. Катушку устанавливают на нарезной станок. Кабель продевают в измеритель и отматывают 100 метров. Конец отрезается пневматическими ножницами. Стометровая бухта современного гибкого кабеля готова. Скоро он в буквальном смысле будет нести людям свет. Сегодня вы увидели, как толстый медный пруток, становясь все тоньше и тоньше, превращается в современный безопасный кабель для вашего дома. Субтитры создавал DimaTorzok